Друзья, всем привет! Я нахожусь в научно-фериорическом центре. Сейчас я покажу вам, как здесь разработали новое масло Premium N540. Разработано непосредственно в России. Его составит большое количество российских компонентов. Сейчас мы узнаем об этом более подробно. Давайте смотреть. Здесь мы разрабатываем различные продукты. Газпром нефть, как для автотранспорта, так и для индустриального приемования. Premium N540 – это наш флагманский продукт, моторное масло, которое может применяться для 60% двигателей на территории Российской Федерации. В первую очередь это бензиновые двигатели, но также дизельные двигатели без DPF. Основная наша задача – это проводить исследования, новые разработки новых продуктов. Команда молодых амбициозных ребят. Наша задача – разрабатывать высокотехнологичные продукты, которые будут удовлетворять потребностям наших потребителей и самых современных спецификаций, которые на текущий момент именуются. Соответственно, прибор Micro-Cocking Test, прибор предназначен для определения высокотемпературных отложений в моторных маслах. Представляет собой такую пластинку, изготовленную из алюминия, которая нагревается при высокой температуре от 230 до 280 градусов. Здесь капается капля масла. В течение полутора часов происходит его разложение, образуется нагар, который потом анализируется специальным визуальным образом, вставляется в специальный прибор, и камера автоматически присваивает бальную оценку. Соответственно, чем выше балл, тем лучшее свойство моторного масла. Данный тест был разработан французским институтом нефти. Он распространен в отрасли. Допустим, распечатали спецификацию Мерседеса. Мерседес, Бенц 2295, допустим, и другие спецификации. Они нормируют данный показатель в своих спецификациях. Соответственно, нормируют данный показатель как минимум 7 баллов. На рецептуре «Газпромнефть Премиум Н» мы получили значение 9 баллов. Что говорит о том, что отложений будет в двигателе образовываться меньше, и двигатель будет работать дольше. То есть, все-таки прожарка масла имеет смысл, да, по сути? Если она происходит в стандартных условиях, на стандартном оборудовании, по методике, то да. Поэтому мы, в принципе, воспроизводим то, что происходит в двигателе на поршне, на поверхности поршня. Поэтому стимулируем условия работы двигателя. Рядом температура, пожалуйста. Да, здесь максимальная температура 280 градусов. В двигателе, в принципе, наблюдают со схожей температурой на поршне. Смотрите, в лаборатории какая штука есть. Вот такой специальный душ, если видим, какое-то стимическое загрязнение. Лютое попало, дернул штучку и смыл в себя все. Крутая штука. Через полтора часа снимем пробу. Убедимся, что масло Premium N540 показывает отличный результат по высокотемпературным отложениям. Сейчас я хотел бы рассказать о том, каким образом мы разрабатываем продукты, в частности, Premium N540. Разработку данного продукта мы начали в этом году. Целью мы ставили сделать модернизированную рецептуру с запасом качества, которая будет превосходить те бенчмарки, которые доступны на рынке. И, безусловно, та рецептура, которую мы разрабатываем, должна соответствовать всем тем спецификациям, которые мы заявляем. Вот смотрите, дымится во все, испаряется, жарится. Все компоненты одинаковые. То есть, из чего состоит, например, пакет присадок. Там есть детергенты, дисперсанты, другие компоненты, антиокислители, антифрикционные компоненты. Все вот эти вот компоненты, они, как правило, конкурируют за поверхность металла. И только подобрав правильную комбинацию, можно получить хороший результат. Здесь требуются очень тщательные компетенции с точки зрения формулирования и подбора такой комбинации, которая не навредит каким-то характеристикам, а даст, наоборот, синергетический эффект. Это раз. А два, нужно убедиться, что то масло, которое разработано, оно действительно по всем этим характеристикам показывает результат. Вот на примере Premium N540, то есть мы начали сначала с проектирования, то есть мы сделали несколько прототипов, взяли бенчмарки, провели бенч-тесты. После бенч-тестов у нас был этап моторных испытаний. Более того, оно по качеству превосходит те референсы, на которые мы ориентировались. Что касается моторных масел, здесь у нас есть высококвалифицированные специалисты, как в самом научно-исследовательском центре, у нас есть эксперты-консультанты, и у нас есть очень сильная команда по разработке моторных масел, которая уже провела большой объем разработок, исследований, и которая, в принципе, знает, каким образом сформулировать рецептуру. Позже Денис расскажет непосредственно про рецептуру, про ее сильные стороны, про 4 гетергента, это вот наше ноу-хау в какой-то мере, то, что мы здесь применили, и как это работает, чем это отличается от всех остальных. То есть сюда стекаются все результаты испытаний, все образцы. То есть через эту систему мы можем найти всю ту информацию, которую мы генерируем, все те образцы, которые отправлялись на испытания, понять, что мы отправляли, какие результаты испытаний были получены. Здесь сейчас мы покажем, каким образом эта система работает. Рецептура на самом деле здесь виртуальная, да, то есть это не та рецептура, которая используется, но просто хочется продемонстрировать, каким образом все это дело работает. Показать мы не можем, что там на экране происходит, но... Компоненты рецептуры, базовые масла, определенный часат такой... Происходит та самая разработка масел, ну, определение рецептуры. Делает это компьютерная система, она называется «Алхимик». Экран и сам процесс просили не снимать, но вкраса суть очень простая. Просто в программе, в которой накоплен огромный опыт, это бигдата, можно сказать, да, испытаний и результаты и российских масел, и конкурирующих, каких угодно других, в итоге, задавая параметры, которые хотят получить на выходе, так вот инженеры, технологи, да, они просто создают рецептуру одним нажатием кнопки, просто вот определив те параметры масла, которые у него должны быть, выбирают компоненты, которые хотят туда загрузить, и на выходе получают просто готовую уже процентовку. Так это и работает. К склонности к маселу к лакообразованию прибор представляет собой трубки степлянные, по которым протекает смесь масла с воздухом. Тест длительный, проходит в течение 16 часов, и по итогу мы оцениваем внешний вид трубок и прирост массы отложений в трубках. При испытании прототипов «Газпромнефть премиум N540» мы добились отличных результатов по лакообразованию, мы добились девятки, то есть трубки в наших испытаниях, на наших финальном прототипе получили 9 баллов. Это было сделано благодаря комбинации четырех моющих присадок, так называемых детергентов. Это гарантирует то, что на всем интервале замены двигатель будет чистым, отложения не будут образовываться на критически важных деталях, ну и, соответственно, двигатель будет работать как часики. Методика импортная разработана японским институтом нефти, входит в японские спецификации производителей оборудования и техники. Мы взвешиваем трубку до испытания и после испытания. Ну и по приросту веса трубки мы определяем, сколько там миллиграмм отложений образовалось. Ну это там порядок от 1 до 10 миллиграмм на специальных весах. Испытания у нас завершились. Хотели бы показать, как происходит обработка результатов. То есть, питание происходит при высокой температуре, это 280 градусов. Как раз в смесье воздуха при такой температуре у нас преобразуется лак. Двигатель иногда все разбирали, видели, как у нас бывает отложение выглядит. Да, это промывка растворителем. В каждом испытании проводится оценка шести трубок. Эти результаты усредняются. Ну, это так вот позволяет вылететь, чтобы вылетучить защиту. Смотрим. Трубочка идеально чистая. А растворитель все равно промывается, да? То есть, оно дает такое закопчение после, да? Отложения, они не смоются растворителем. Теперь, друзья, чистая, абсолютно трубочка, никаких отложений. В довольно-таки жесткие условия, это 280 градусов. И в смеси, масло в смеси с воздухом. То есть, это как раз создаются условия, чтобы образовался лак. Например, как на юбке поршня, там часто лаковое отложение образуется. Примерно такие условия в этом тесте создаются. Немаловажным аспектом работы современных масел является способность противостоять окислению. Мы сейчас перейдем в другую комнату, посмотрим также две другие методики. Про два метода расскажу вам. Первое, это окисление масла в тонкой пленке. Тест PDC. Данный тест регламентируется спецификацией осея для ряда масел. Соответственно, мы также используем этот тест для скрининга антиокислительных присадок, для подбора оптимальной композиции, для оценки конкурентов. Соответственно, суть заключается в том, что небольшая проба масла добавляется в кювету. При 210 градусах и 7 атмосферах воздуха происходит окисление продукта. Когда наступает пик окисления, происходит скачок давления. Мы фиксируем это на приборе и фиксируем время, сколько образец прожил при окислении. Соответственно, чем выше значение, тем лучше. Очень оперативная методика позволяет нам быстро оценить несколько рецептур в период окисления. Мы в своих рецептурах получали значение больше 200. С большим запасом, так скажем, чем нормативы, которые присутствуют на спецификации европейских производителей. Даймлер Оксидейшн Тест. Это окисление масла в объеме. Эта методика является такой очень сложной для получения удовлетворительных результатов. Во-первых, здесь высокая температура, 160 градусов. Масло окисляется при подаче воздуха. И дополнительно в масло добавляется катализатор. То есть мы знаем все, что двигатель, когда работает, при износе образуется железо. Другие металлы. И все они влияют положительным образом на окисление. Они влияются катализаторами. Здесь, соответственно, в пробу специально добавляется 100 ppm катализатора на основе железа. Соответственно, окисление проходит более интенсивно. И наши рецептуры должны проходить испытания в таких жестких условиях. Наиболее важным показателем является оценка пика окисления на инфракрасном спектрометре. Норматив у спецификации является 25 единиц. Мы в своей рецептуре «Газпромнефть с премиум N» получили значение 17. В единственном экземпляре этот тест в России представлен. Также оценивается прирост кинематической вязкости. Этот тест очень сложный, очень требовательный. И, соответственно, очень важен подбор антиокислительных присадок. Мы проделали большую работу, чтобы получить проходные результаты. Опять же, мы симулируем условия в двигателе. У нас есть картер двигателя, где масло окисляется в объеме. Есть тонкие каналы масла. Есть в поршне, когда масло протекает. Это уже более тонкие условия. Соответственно, теплонапряженность в тонком слое выше. Соответственно, мы симулируем условия на PDC. А когда у нас окисление происходит в объеме, мы добавляем катализатор. Это мы как бы в целом прогнозируем условия работы масла в двигателе. Одним тестом нельзя лабораторным охарактеризовать масло. Это всегда совокупность испытаний, которые, как говорит, хорошие масло или нет. Воздействие масла на резину. И затем проверяются изменения показателей твердости, изменения объема резины и изменения механических свойств. На специальной разрывной машине определяются упругие характеристики эластичности, удлинения при разрыве. Которые свидетельствуют о том, насколько сильно масло повлияло на резину. То есть, в принципе, при особом желании можно перебухать присадок, диспергирующих присадок, аминных, антиокислителей. И резина будет портиться от масла. Поэтому нужен тот самый баланс. То есть, гарантирую, чтобы масло работало, выполняло свои функции и также не причиняло вред спецификации регламентировать четыре резины. Как раз в торкаутчик, бутил, нейтрильную, акрилатную и силиконы. Это как бы четыре ключевые. Но вот мы работаем с автопроизводителями, с большими. По их заказу мы берем именно те материалы уплотнения, которые они используют у себя в двигателе. И проверяем уже конкретно на них. То есть, ну, такая работа также проводится. До этого видел такие разрывные машины только на шинных заводах, где там каучуки тестируют, оказывается, вот и уплотнение тестируют. Представляете себе? Ну, вот смотрите, вот это. Да. Уменное образцо. Разрывная машина – это всегда эффект, друзья. Образец сделан из той резины, которая как раз используется в двигателе в клинтонном разгорании, как материал уплотненный. Просто вот в торкаучик конкретно сейчас мы будем разрывать. Соответственно, проверяется резина свежая до воздействия масла. И проверяется резина уже после того, как она отхранилась длительное время в объеме масла. Ну, и проверяется, соответственно, изменение показателей. Машина разрывная, поэтому тут всегда разрывает. На компьютере у вас появляется график в зависимости от нагрузки и относительно депогласий. Расскажу про трибологические испытания. То есть мы рассказали про склонность масла к образованию отложений, про антиокислительные свойства, про совместимость с резинами. Ну, немаловажным является то, чтобы масло противостояло износу двигателя, деталей двигателя. Мы как бы здесь проверяем специальные оборудованные комнаты. Нашей гордостью является прибор SRV-5, трибометр. Он позволяет проводить трибологические испытания в широком диапазоне температур, в широком диапазоне нагрузок. Он позволяет нам оценивать коэффициент трения масел. Это очень актуально для современных маловязких масел, которые должны обеспечивать экономию топлива. Оно это для самых современных автомобилей, где мы проверяем различные модификаторы трения, как они влияют на коэффициент трения. Также этот прибор позволяет оценивать противоизносные характеристики. Это актуально для моторных масел. Также он широко применяется для индустриальных масел, для оценки противозадирных свойств. Поэтому мы широко сейчас используем его, разрабатываем собственные методики для воспроизведения условий конкретных узлов трения и симулирования их, и подбора оптимального состава рецептуры. Масло Premium N тоже здесь тестировали? Да, мы также проверяли его. Здесь этот тест отличается тем, что он не стандартизован, то есть он не входит в спецификацию автопроизводителей напрямую. То есть это больше исследовательский метод. Поэтому мы, так скажем, проверяли рецептуру между собой. Он показывает приориальное время коэффициент трения и показывает износ. То есть мы можем потом, используя различные пары трения, посмотреть пятно износа, площадь износа. На таком приборе, конкретно мы для одного из зарубежных автопроизводителей, когда разрабатывали масло первой заливкой, у них было такое требование, чтобы мы проверили коэффициент трения. Но проверили, все было успешно. Достаточно небольшого количества масла. Буквально одна-две карты. На неподвижной части у нас закреплен диск. На подвижную часть мы крепим шарик. Фиксируем шарик. И, собственно, прибор у нас готов. Испытание. В данном случае, вот пара трения, диск, шарик. Те параметры, как нагрузка, температура, частота, амплитуда. Сменяя все эти параметры, ну, а также пара трения, мы можем максимально приблизиться к реальному условию трения. И к тем условиям обдохнуть, которые масло использует. Вот, друзья, современная четырехшариковая машина трения. Здесь можно очень просто все и быстро определить геологические характеристики дисктуемого сматочного материала. Компьютер помогает делать масла лучше и лучше. Здесь, друзья, тест, который я вам уже показывал. Тест на дистриццию полимера. При формуляции масла 5W-40 мы использовали стойкий загуститель. Масло сохраняет класс вязкости с АЭС-40. Это, соответственно, гарантирует о том, что детали двигателей, если конкретно говорить о ошибке скольжения, будут работать в гидродинамическом режиме, в котором они запрограммированы работать. То есть вязкость будет стабильная, и двигатель будет работать так, как должен работать. Давление 14 атмосфер. Масло насосом, по сути, насос для дизельного топлива, прокачивается через форсунку и так по кругу. То количество циклов работы насоса, которое сейчас задано, оно соответствует 90 циклам прохода масла. Наряду с лабораторными исследованиями и бенч-тестами, неотъемлемой частью вывода продукта на рынок являются стендовые испытания. Также они позволяют производителю техники и потребителю смазочного материала конечному быть уверенным в том, что продукт подходит для того или иного узла той или иной техники. Изначально были проведены у нас валютационные стендовые испытания. На протяжении 100 муточасов испытывался продукт. По результатам 100 муточасов продукт был отобран, исследован в независимой лаборатории. Далее у нас испытания продолжились, перетекли в ресурсные испытания. Ресурсные испытания у нас в программе методики испытания в соответствии с ГОСТ 14846 проводятся на протяжении не менее 350 муточасов. После 100 муточасов, опять же, в валидационных испытаний у нас масло было залито. Проехало 250 муточасов без смены, при условии, что производитель техники ставит смену раз в 175 муточасов. После первого этапа испытаний двигатель был разобран, проведен микрометраж. По результатам микрометража на 3D-измерительной контрольной машине у нас детали были с достаточно высоким запасом, сильно выше нормативных данных, которые у нас ставит производитель техники, и был запущен второй цикл ресурсных испытаний. Второй цикл ресурсных испытаний проходил также 350 муточасов с заменой масла каждые 175 муточасов. И по результатам также проводился микрометраж деталей, по результатам которого были оценены у нас блок цилиндров параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала, кольца поршневые, кроме этого диаметр стержня впускных и выпускных колпанов, шейки коленчатого вала. По результатам исследований у нас по всем показателям оказался достаточно высокий запас, поэтому можно сказать, что наше масло с успехом прошло данное ресурсное испытание дважды. У нас, да, износ был минимальный, то есть по сравнению с износом, который у нас выставляет производитель техники, у нас износ был не то что в рамках, а еще и с запасами. Для 350 изначально у нас ГОСТом, на который ориентируются производители двигателей, регламентировано 350 муточасов в качестве ресурсных испытаний. Мы провели их дважды, то есть в сумме получилось 700 муточасов. Это достаточно редкое событие, то есть продукт показал стабильность своих вязкостей, температурных свойств. Щелочное число у нас при требовании производителя техники снижение максимум на 50% у нас снизилось всего на 8%, а количество числистов износа при допустимом значении в 1% у нас составило 0,070%. Результаты измерения, которые не вышли за пределы требуемого автопроизводителями, это по результатам 700 муточасов, а результаты по маслу это скорее по 250, то есть по максимальной наработке, которую мы на этом масле совершали при этих ресурсных испытаниях. Спытания проводятся при 5000 оборотах, что достаточно редко при использовании автомобиля, это постоянно на основе. То есть это постоянно 5000 оборотов? Постоянно 5000 оборотов. Спытания проводились у нас ежедневно по 8 часов, то есть с перерывами на смену. И получается 5000 оборотов, двигатель работает на максимальных оборотах и проверяется высокотемпературное окисление. Если мы берем городской режим, то это получаются пробки, старт, стоп, получается с точки зрения нагрузки на масло, температурный режим ниже. И те испытания, которые мы проводили, более жесткие с точки зрения температуры и высокотемпературного окисления. Но во время пробок есть еще такой показатель, как шламообразование, низкотемпературные отложения. И они оцениваются на других тестах. И с точки зрения шламообразования мы видим, что отличные характеристики, которые как раз обеспечиваются в первую очередь за счет диспердирующих присадок, которые присутствуют в масле. Непрерывно 86 дней по 8 часов в день на 5000 оборотах мотором молотил. И вот ему ничего не стало, это проверено. Как я говорил, с точки зрения низкотемпературных слоев, чаще всего смотрят на температуру застывания. Но это очень простой показатель, который на самом деле не характеризует эксплуатационные свойства. Это скорее тот параметр, при котором масло в канистре или в бочке застывает. Но это не значит, что если масло не застыло, то оно работоспособно. Поэтому с точки зрения низкотемпературных слоев, другой важный показатель – это динамическая вязкость. И во всех спецификациях есть такие показатели, как CCS и MRV. Динамическая вязкость одна характеризует проворачиваемость коленвала, другая – прокачиваемость масла. Но даже этих показателей недостаточно, потому что где-то в 80-х годах была такая ситуация. В Америке, в Нью-Йорке, парк такси, относительно невысокая, относительно не очень низкая температура, где-то порядка минус 10 градусов, и таксисты садятся за автомобили и не могут их завести. И не понимают, в чем дело, потому что температура застывания у масел условно минус 25-30 градусов, а двигатель не заводится. Начали проводить исследования, и выяснилось, что масла загелировались. Такой эффект происходит из-за комбинации загущающей присадки, депрессорной присадки и базовых масел. Если подобрать неправильное соотношение, то масло, имея температуру застывания, например, минус 30 градусов, может загелироваться уже при нуле или при минус 5 градусов. И это очень страшно, потому что в этом случае масло не прокачивается. Вы двигатель запускаете, масло не прокачивается, но это все это проворачивание, вкладыши и так далее. Это самое худшее, что может, в принципе, произойти. И, собственно говоря, вот в этот момент времени был изобретен вот этот прибор. Вот этот прибор, он просто-таки обязателен, поскольку для российского климата с условиями низких температур, это низкотемпературные свойства крайне важны. И, соответственно, проверяя комбинацию динамической вязкости, индекса гелеобразования, температуры застывания, мы можем гарантировать, что наши масла по нашим рецептурам гарантированно будут хорошо работать зимой. Масло универсальное, его можно использовать как для бензиновых, так и дизельных двигателей. Но в чем отличие от дизельных двигателей? Сажа попадает в масло, и в отличие от бензинового двигателя, сажа гораздо больше в масле. И очень важен такой показатель, как сажа удержания. Поэтому для масел, которые применяются в дизельных двигателе, есть более жесткие нормы по диспоргирующим свойствам и по сажа удержанию. Поэтому, если мы, к примеру, берем масло и разрабатываем его с фокусом на использование в дизельных двигателях, то там требуются специальные диспоргирующие присадки и в более большом количестве. Это более характерно, на самом деле, для тяжелых грузовиков. Они все дизельные, и там сажа совсем много. Поэтому, если мы берем классическое масло для грузовиков и классическое масло для легковушек, то в масле для грузовиков гораздо больше дисперсантов содержится, которые как раз борются с сажа образования. И это бензиновый двигатель, кое-как у нас в стране большинство, там этот показатель действительно второстепенный. Если дизельный двигатель, то обязательно на этот показатель нужно обращать внимание. И вот у нас здесь, конкретно вниз, была изобретена специальная исследовательская методика по оценке сажевого держания. То есть мы специально в масло добавляем сажу и смотрим, как дисперсант, который присутствует в масле, справляется с этой сажей. И таким образом оцениваем разные рецептуры. Поскольку масло все-таки даже для легковушек может использоваться в дизельных двигателях, этот показатель обязательный. Мы должны быть уверены, что наше масло с сажей справится. То есть это масло можно заливать и в дизельные моторы тоже, да? Но вы упомянули, что без системы, без сажевого фильтра. Без сажевого фильтра, да. То есть это единственное ограничение. Если есть сажевый фильтр, то в этом случае нужны среднезольные или малозольные масла. Если сажевого фильтра нет, то масло регулярной зольности, коим является премиум N540, вполне можно использовать. И на мой взгляд, для России это масло даже больше подходит для дизельных двигателей, нежели чем классические среднезольные или малозольные масла. Вы считаете, это связано с топливом, да? Это связано с топливом в первую очередь, да. Потому что есть риски того, что можно нарваться на не очень качественное топливо. В последнее время ситуация у нас в стране занятно улучшилась с точки зрения качества топлива. Но, тем не менее, риск такой остается. Вот. И в этом плане, если опять-таки мы говорим про премиум N540, у нас очень высокое щелочное число, да. То есть если мы берем норму европейскую оси, А3, Б4, которой мы соответствуем, там норма не менее 10 единиц по щелочному числу. Результат по нашему маслу порядка 11,5. И те детергенты, та система детергентов моющих присадок, которую мы используем, она как раз позволяет обеспечить запас нейтрализующих свойств. И даже если где-нибудь мы там цепанем топливо с высоким содержанием серы, ничего страшного не произойдет. Это плагманский продукт, да, который покрывает большую часть двигателей в стране, да. То есть сложно на самом деле найти автомобиль, в который это масло не зайдет, да. То есть с точки зрения спецификации 60% двигателей по спецификациям закрывается этим продуктом. Но с точки зрения возможности эксплуатации, на мой взгляд, это порядка 80% тех двигателей у нас в стране, в текущем автопарке, куда можно залить, и масло будет прекрасно работать. Поэтому, поскольку это продукт наиболее популярный, флагманский, для нас была задача сделать его в какой-то мере уникальным, с запасом эксплуатационных свойств, чтобы он не подводил ни в какой ситуации. У меня осталось очень много зарубежных, в том числе европейских, американских автомобилей. Для всех этих автомобилей, для бензиновых и дизельных, главное, без сажевого фильтра, этот продукт подходит и гарантирует надежную эксплуатацию и защиту от износа. Современные тренды, они говорят о чем? Двигатели становятся все меньше и меньше, все легче, и нагрузка на масло становится все больше. С точки зрения температурного режима, мы понимаем, что каждые 10 градусов масля, это в два раза усиливает процесс окисления. Соответственно, масло становится все более и более высокотехнологичным, для того, чтобы отвечать этим требованиям рынка. То есть в свое время, несколько десятилетий назад, использовались вообще масла без присадок. Потом в Советском Союзе использовались масла ГОСТ, сезонные, летние, зимние, которые тоже нормально работали, потому что двигатели большие, без турбонаддувов и так далее. По мере развития автопрома начали предъявляться все более и более жесткие требования, с точки зрения двигателя строения, зазоры становятся все более и меньше. И это отражается именно на присадочной технологии, в первую очередь. То есть у нас есть разные режимы трения, режим гидродинамический и режим граничного трения. То есть если раньше масла в основном работали в режиме гидродинамического режима, то сейчас за счет вот новой конструкции двигателей все чаще и чаще при вот серьезных нагрузках происходит граничный режим трения, в котором должны очень хорошо работать присадки. И современные присадки очень сильно отличаются от того, что было 10 лет назад, 20 лет назад, я бы даже сказал 5 лет назад. Если раньше цикл жизни масла составлял несколько десятилетий, то есть, например, масло М8W, масло ПОГОС, его изобрели, наверное, 50 лет назад, и некоторые продолжают его использовать. Сейчас требования меняются настолько быстро, что срок жизни масла составляет порядка 5 лет. То есть каждые 5 лет приходится модернизировать рецептуру для того, чтобы отвечать все более и более жестким требованиям. И это вот одна из причин, почему мы наше масло Premium N5W-40 модернизировали, усилили рецептуру таким образом для того, чтобы отвечать вот тем требованиям, которые есть на текущий момент времени. Какие-то другие варианты вязкости с похожей рецептурой вы планируете выпускать? То есть, чтобы закрыть, может быть, еще большее количество автомобилей? Если посмотреть нашу линейку, то у нас есть широкий спектр, начиная от 0W-20 и заканчивая нашими гоночными маслами 15W-50, 20W-60. Поэтому есть флагманские продукты, которые закрывают ключевую нишу 5W-40, 5W-30. Есть продукты нишевые, да, к примеру, современный тренд идет на повышение энергосбережения, топливную экономичность. И, собственно говоря, почему появляются вот эти масла 0W-20, водичка, так называемая, да. Водичка, да, они как раз нужны для того, чтобы максимально повысить топливную экономичность, да. То есть, там максимально жидкая база и максимально жирные присадки для того, чтобы компенсировать маловязкую базовую основу. Такие масла у нас в ассортименте тоже есть, но это вопрос выбора. Вопрос выбора, то есть, можно использовать масло более высоковязкое, которое будет отлично работать, защищать двигатель от износа. Или можно переходить на более маловязкие современные масла, если автопроизводитель их рекомендует, 0W-20. Но масла 5W-40 вполне можно использовать в том числе там, где 0W-20 изначально рекомендована. Особенно, вот если двигатель уже под изношен, там, 150-200 тысяч километров пробега. Я, например, всем своим друзьям рекомендую переходить на более вязкие масла 5W-30, 5W-40, да, потому что зазоры становятся больше. И в этом плане защита от износа и смазывающие свойства начинает играть уже большую роль, чем для нового двигателя. Вот такая, друзья, увлекательная история получилась про создание нового масла Premium N 5W-40. Получился достаточно интересный продукт. Масло, которое не грех залить не только в российский автомобиль, но и в иномарку, как сказали специалисты, можно заливать и в дизельные машины без сажевых фильтров. И оно в чем-то даже будет предпочтительнее такого стандартного масла за счет его более высокой зольности. С учетом возможных погрешностей по топливу, которые сейчас существуют в России. Но про топливо мы поговорим в другой раз. А сейчас, друзья, интересно ваше мнение, как вам новое масло Gazprom нефти Premium N 5W-40? Зальете ли такое в двигатель своего автомобиля? А может быть уже залили? В общем, пишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. До новых встреч!